Десятиклассники, здравствуйте! Мы продолжаем изучать историю России, СССР в 20-м столетии. История как дисциплина в 10-м классе. В этом вопросе мы все пласты проблем затронуть не сможем. Остановимся на экономическом развитии, социальной политике, ну и некоторых моментах других отношений власти и общества. Распад Советского Союза привел не только к ликвидации социалистической экономики, он привел к разрушению советского экономического пространства, разрыву устоявшегося разделения общественного производства. Понадобилось целое десятилетие, чтобы в общих чертах сложилась новая экономика, ее зачатки при том. И только в следующее десятилетие возникают условия для экономического роста. Но это только возникают условия, это не значит, что экономический рост сам по себе пришел. В начале 21-го столетия в стране происходит все же улучшение экономического положения. Промысленный спад 90-х годов сменился относительным приростом производства. Отечественные товары, особенно продовольственные, начинают вытеснять импорт. Сократилось отставание России от развитых стран Запада. Вместе с тем в структуре производства и экспорта по-прежнему преобладает продукция добывающих отраслей промысленности, а именно газ, нефть, необработанная древесина. Для создания условий, способствующих инвестированию, была введена плоская шкала налогообложения. Независимо от получаемых доходов, была установлена равная для всех ставка уплаты налогов 13%. Благодаря понижению ставки налогообложения, уменьшилось число случаев уклонения от налогов, что, безусловно, благоприятно сказалось на их сборе. Это отразилось на увеличении доходной части бюджета. Впервые после перестройки вырос золотовалютный резервный фонд. Начиная с 90-х годов, кардинальные преобразования произошли в аграрном секторе экономики. Вскоре после октябрьского политического кризиса вышел президентский указ о разрешении частной собственности на землю и о признании многообразных форм хозяйствования на земле. Был взят курс на распуск колхозов, на ликвидацию совхозов и переход к созданию индивидуальных фермерских хозяйств. Однако большая часть крестьянства не была готова к развитию товарного фермерского хозяйства. В соответствии с национальным проектом развития аграрно-промышленного комплекса идет субсидирование государственным процентным ставок по кредитам, предоставляемым фермерам. А также осуществлялась модернизация животноводческих хозяйств. Рынок стал пополняться продукцией производства и фермерских, и крупных зерновых, овощных, животноводческих хозяйств. Благодаря развитию рыночных отношений в сельском хозяйстве, Россия впервые за последние полвека не только перестала ввозить зерновую продукцию, но и стала располагать избытком зерна для экспорта. Наряду с продовольственным импортом все большую роль начинают играть отечественные производители. Для российских просторов особенное значение имеют, конечно же, транспортные коммуникации. В 90-е годы новые, более комфортабельные вагоны на железной дороге пришли на смену старым. Была проложена скоростная железная дорога от Москвы до Санкт-Петербурга. Заработала Байкало-Амурская магистрат. Развитие промышленного и сельскохозяйственного производства связано с интеграцией в мировой рынок. А успех этого процесса зависит от повышения конкурентной способности отечественной продукции. В социальной политике одним из направлений ее модернизации, а также модернизации экономической жизни, стало совершенствование правовой системы, создание стабильной законодательной базы. Приняты и введены в действие новые кодексы, а именно Гражданский кодекс, Процессуальный кодекс, Уголовно-процессуальный, а также Трудовой кодексы. С целью повышения правовой защищенности предпринимателей и предотвращения рейдерских захватов хозяйственных объектов, принимается новый арбитражно-процессуальный кодекс. Новый закон об адвокатуре обеспечил право гражданам на квалифицированную юридическую помощь. И все же полностью очистить судебно-правовую систему от коррупции и взять обвинительный уклон в следственно-судебной практике не удавалось и не удалось до сих пор. Общенациональной задачей остается борьба с коррупцией в ее различных формах и борьба с организованной преступностью. Произошли существенные изменения в социальной политике, которые направлены главным образом на улучшение положения малообеспеченных слоев населения. Были приняты решения о повышении размеров минимального уровня зарплаты, повысились пенсии, произведена замена льгот на их денежную компенсацию, хотя не всюду это несет положительную направленность. Регулярно осуществляется индексация зарплаты пенсий. Выправилось положение с демографической ситуацией в стране, улучшилось дело с рождаемостью. В этом положительном двиге сказались и повышение жизненного уровня населения, и учреждение материнского капитала. С 2007 года вступил в силу закона дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. Согласно этому закону, при появлении в семье второго ребенка семья имеет право получить сертификат на материнский семейный капитал, который можно расходовать на улучшение жилищных условий, на образование детей. В 2014 году материнский капитал составляет более 429 тысяч рублей, а в 2023-м почти 600 тысяч рублей. Предпринимаются шаги по реформированию системы здравоохранения, обеспечения поликлиники, больниц новой медицинской техникой. Однако здравоохранение по-прежнему не представляет оптимального уровня медицинского обслуживания населения. Целью лучшего обеспечения населения услугами реализуется реформа жилищно-коммунального хозяйства. Предусмотрено финансирование строительства жилья для расселения горожан, проживающих в аварийных и ветких домах. Продолжается газификация сельской местности. Решение социальных проблем затрудняет недостаточные темпы экономического роста и кризисные ситуации 2008-2014-2015 годов. Очень трудно ликвидировать социальный водораздел между горской преуспевающих и массой необеспеченных людей. Низкий уровень дохода в значительной части населения до сих пор остается позорной реальностью. Однако без выравнивания социальных перепадов движение общества вперед практически невозможно. За последние годы укрепилась прослойка среднего класса. Это людей, которые имеют возможность достаточно хорошо питаться и одеваться, жить в благоустроенных квартирах, ежегодно отдыхать на курортах и иметь какие-то денежные сбережения. Но эта прослойка очень значительна. Она значительно в развитых странах, но не в Российской Федерации. Все еще велик разрыв между благосостоянием российской столицы, а также отдельных крупных городов, например, Санкт-Петербурга, и уровнем жизни провинции. Провинция отстает как по степени социально-экономического, так и по степени информационно-коммуникативного жизнеобеспечения. Также происходят изменения в общественном сознании и в повседневной жизни людей. Социокультурные перемены в России носят кардинальный характер и определяются переходом от советского общества, общества дефицита, к обществу потребления, от государственного патернализма к индивидуальной активности, от моноидеологии к плюрализму, мнений и взглядов. Новые общественные отношения предоставили население на выбор не только одежду, утварь, мебель, но и широкий ассортимент технических новинок. Традиционные товары широкого потребления стали разнообразными и удобными, рассчитанными на неодинаковые вкусы покупателей. Теперь люди уже не гонялись за ходовым товаром, наоборот, их заманивали в магазины рекламой, маркетингом. Место типовой по материалу и цвету одежды заняло многообразие моделей различных фасонов и расцветок. Многие семьи обзавелись и продолжают обзаводиться легковыми автомобилями. Они теперь не редкость, как это было в СССР. Торговая реклама, мода, периодическая распродажа стимулирует обновление мебели, автомашин, гардероба. Жизнь человека изменили компьютеры, мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, разнообразные гаджеты. Бытовая техника разного назначения, пылесосы, микроволновки, стиральные машины, посудомойки и многие-многие другие, вплоть до роботов кухонных, облегчила быт и домашний труд. Некоторые общественные виды досуга отошли на второй план. Теперь миллионы людей, сидя дома на диване, смотрят кинофильмы и массовые зрелищные мероприятия, слушают концерты в исполнении лучших оркестров и артистов. Расширилась сфера досуга, появилась возможность тратить больше времени на спорт, на развлечения, на познавательные экскурсы и на международный туризм. Огромное воздействие на общественное и индивидуальное сознание оказало развитие информационных коммуникаций. Возникла новая информационная среда, создающая свое цивилизационное пространство, формирующая иные коммуникационные типы, социальные самоорганизации и атмосферу личной ответственности за свое настоящее, за свое будущее. Большая часть людей адаптировалась к социальным и техническим новшествам. Нередко 80-летний мужчина легко и просто справляется с ноутбуком или со смартфоном, заходит в онлайн банки, например, Сбербанк онлайн, производят различные финансовые операции. Люди привыкли к перечислению заработанных денег на банковские пластиковые карты, к оплате услуг через автоматы, к заказу авиабилетов через интернет и билетов на поезд, на автобус. К тому же, что квартиру надо покупать, тоже привыкли, что ее не надо получать, как это было в советское время, бесплатно, а надо ее покупать за свои кровно заработанные деньги. В то же время, часто внедрение тех или иных новшеств уфорсируется без учета времени, которое требуется пожилым людям для адаптации к переменам. Многие осуждают социальную поляризацию, но их привлекают возможности свободы выбора сферы деятельности, места жительства. Данные социологических опросов свидетельствуют, что граждане России в основном положительно относятся к изменениям в жизни общества. Спасибо за внимание. На следующем занятии в 58-м видеоуроке мы с вами изучим короткую тему президентства Дмитрия Анатольевича Медведева. Эта тема так звучит. До свидания. Продолжение следует...